Привет, друзья! С вами команда MyGadget. Хотите сделать из своего телевизора домашний кинотеатр игровую приставку или, проще говоря, супер-пупер мультимедиаплеер? Сегодня у нас в обзоре 5 лучших ТВ-приставок от брендов, которые давно уже отлично зарекомендовали себя на рынке. Проголосовать за понравившуюся модель вы можете в нашем телеграм-канале. Ищите по названию MyGadget или переходите по ссылке в описании, чтобы отдать свой голос самому достойному кандидату. Ну а мы начинаем. Открывает рейтинг Tanix W2. Цена на момент записи видео 3200 рублей. Это самая дешевая модель из подборки, но явно не последняя по начинке для владельцев телефона на андроиде и гугл-аккаунтов. Модуль с голосовым помощником Google Ассистент. Но вот у пульта нет микрофона и блютуз, поэтому если хотите общаться с телевизором, придется купить пульт с поддержкой голосового помощника. Операционная система приставки Android TV 11. Изначально здесь есть все, что нужно, но большинству пользователей советуют сделать прошивку Slimbox. С ней интерфейс становится более эргономичным и возможности приставки увеличиваются. Нужный контент можно искать через браузер. Бесплатных каналов много и ограничений по установке сторонних приложений практически нет. Разрешение экрана здесь также 4К Ultra HD, а подключается приставка через кабель HDMI. Можно подключить сюда беспроводные наушники и мышь. Оперативной памяти 2 ГБ, как и у других моделей в рейтинге. Встроенной памяти здесь 16 ГБ. Также есть слот для SD-карты. К интернету модуль подключается и через Wi-Fi, и через Ethernet. Если есть возможность, рекомендуем второе, потому что соединение по Wi-Fi иногда работает так себе и может часто прерываться. Бонусом у модели есть два USB-порта для внешних носителей и мини-джек для вывода аудио. А теперь перейдем к плюсам и минусам. Плюсы. Разрешение 4К Ultra HD, 16 ГБ встроенной памяти, много разъемов кроме HDMI, есть браузер, можно подключить Bluetooth устройство, есть проводное подключение к сети, можно установить стороннее приложение и низкая цена. Ну а из минусов для удобного использования нужна прошивка, беспроводное соединение иногда подводит и пульт без микрофона. В общем, если немного подшаманить над этой приставкой, то она ничуть не уступает конкурентам вдвое дороже. Ссылку на эту и другие модели из рейтинга мы оставим в описании и в закрепленном комментарии. Смотрим дальше. На четвертом месте Media Player's Bear Box. Цена на момент выхода видео 5100 рублей. Приставка, которая завязана на своей экосистеме. И это модель с большим количеством выходов во внешний мир. Сейчас объясним, что это значит. Покупки в Сбермаркете на большом экране. Бонусы Сберспасибо, скидки в Сберпрайм и всякое разное для фанатов Сбера. Это приятно. Колонка вам здесь не понадобится. Голосовой помощник Салют уже встроен в пульт. А если хотите, то можно скачать приложение и вместо пульта пользоваться смартфоном. Операционная система приставки Салют ТВ на базе Android. Разрешение экрана 4К Ultra HD. А подключается приставка через кабель HDMI. Оперативной памяти 2 ГБ, а встроенной 16 ГБ. Можно установить много приложений или скачать контент на случай отключения интернета. Приложение можно скачивать из установленного каталога или со сторонних ресурсов в формате АПК. Нужный контент можно искать через браузер. Без платных каналов здесь более 100, включая и много федеральных. Также можно оформить подписку на платные кинотеатры. Еще есть немного предустановленных игр и платное приложение для фитнеса. Смотреть контент с телефона тоже можно, с Android, так и с iOS. К интернету модуль подключается через Wi-Fi, а сетевого провода здесь нет. Как нет и разъемов для флешек и жестких дисков. Выход USB только для кабеля питания. Приятно, что можно подключить к модулю наушники и смотреть сериал на большом экране, пока сосед сверлит стену. Бонусом здесь есть будильники или таймеры, чтобы не просидеть за фильмами всю ночь и успеть на работу. Посмотрим на плюсы и минусы модуля. Плюсы. Разрешение 4К Ultra HD. Пульс с голосовым ассистентом. 16 ГБ встроенной памяти. Есть браузер. Смартфон можно использовать как пульт. Можно подключить Bluetooth-устройство. Можно установить сторонние приложения и скидки в сервисах Сбера. Ну а из минусов, нет проводного подключения к сети и нет разъемов, кроме HDMI. В общем, приставка удобная для жизни. Здесь всего достаточно. Особенно, если вы много пользуетесь сервисами Сбера. А мы переходим к третьей модели. Apple TV 4К. Цена на момент выхода видео 21 тысяча рублей. Модель для любителей легального контента и дорогой сборки. Стройной памяти тут хватит на весь архив Новосибирской области. Apple TV, Apple Music, Apple Store и так далее. Владельцам яблочных телефонов не надо ничего объяснять. Далеко не все возможности и приложения этого бренда доступны в России. Но желающих пользоваться техникой Apple меньше не стало. Пульт поддерживает голосового помощника Siri, а управлять приставкой можно также с помощью айфона или Apple Watch. Браузера для поиска нужного контента тут нет, но можно скачивать приложение в Apple Store. Со сторонних источников сделать это вряд ли получится. По подписке можно настроить все популярные в России сервисы вроде Кинопоиска, Иви и Окка. Можно стримить игры с MacBook, дублировать экран айфона и передавать на экран фото и видео. Также к приставке можно подключить беспроводные наушники. Операционная система модуля TVOS. Разрешение экрана также 4К Ultra HD. Оперативной памяти здесь 4 ГБ, то есть тормозить точно не будет ничего и никогда. Встроенной памяти аж 128 ГБ, чтобы туда поместились все доступные приложения. К интернету модуль подключается через Wi-Fi, но есть и порт для беспроводного подключения. Из минусов в комплекте нет кабеля HDMI и иногда нет переходника на российскую вилку, так что владельцам яблочной техники и тут придется раскошелиться. Ну а теперь соберем вместе все плюсы и минусы модуля. Плюсы. Разрешение 4К Ultra HD. 4 ГБ оперативной памяти. 128 ГБ встроенной памяти. Пульс с голосовым ассистентом. Есть проводное подключение к сети и можно подключить Bluetooth устройство. Из минусов нет USB разъемов и аудиопорта. Нельзя устанавливать сторонние приложения. Нет браузера и в комплекте нет кабеля HDMI и переходника для вилки. Как и то, к Apple есть Apple. Не хватает аудиоразъема и возможности ставить сторонние приложения. Ну а в остальном, все окей. Напоминаем, что ссылки с ценами и характеристиками мы оставили в описании. Ну а теперь посмотрим на следующую приставку. И это Xiaomi TV Box S второго поколения. Цена на момент выхода видео 7500 рублей. Главный плюс этой модели в том, что ее можно подключить почти к чему угодно. Здесь все по аналогии с предыдущими приставками, только уже Google Аккаунт, Google Ассистент, Google ТВ, Google Play и так далее. Многих смущает работа Google сервисов в России, но этот модуль поддерживает сторонние приложения из магазинов или установленные через АПК, поэтому проблем с контентом быть не должно. Как минимум, кинопоиск YouTube вы точно сможете посмотреть. Также тут есть браузер для поиска нужного контента. Кнопки на пульте запрограммированы на сервисы, которые в России не работают, но их можно переназначить. Голосовой помощник здесь встроен в пульт, но он работает только для предустановленных приложений. Операционная система приставки Google ТВ на базе Android. Разрешение экрана также 4К Ultra HD. Подключается приставка через кабель HDMI. Оперативной памяти 2 ГБ, как и у предыдущих модулей. Работает приставка шустро. Встроенной памяти 8 ГБ, вполне достаточно для базовых приложений. У приставки Xiaomi есть бесплатные каналы, включая и много федеральных. Также можно оформить подписку на платные кинотеатры и игры. Смотреть контент с телефона тоже можно, как с Android, так и с iOS. К интернету модуль подключается через Wi-Fi. Сетевого провода нет, но можно купить переходник для проводного подключения. И в целом через порт USB можно с помощью переходников подключить массу устройств, включая мышь и клавиатуру. А через Bluetooth подключить беспроводные наушники или колонку, например, ту же Яндекс.Станцию. Также тут есть миниджек, через который можно подключать беспроводные колонки. Но имейте в виду, в комплекте поставки нет батареек для пульта. А теперь подытожим все плюсы и минусы модуля. Плюсы. Разрешение 4К Ultra HD, пульт с голосовым ассистентом, много разъёмов, есть браузер, можно подключить Bluetooth устройство и можно установить сторонние приложения. Но из минусов, голосовой ассистент доступен только для предустановленных приложений, 8 ГБ встроенной памяти, нет проводного подключения к сети и в комплекте нет батареек для пульта. В итоге, Xiaomi TV Box S второго поколения – это шикарная приставка с большим числом разъёмов. Подойдёт для тех, у кого дома хороший Wi-Fi и кому непринципиально постоянно пользоваться голосовым помощником. Ссылки на все модели мы оставляем в описании и двигаемся дальше. И первый в нашем списке – модуль с Алисой. Цена на момент выхода видео – 6800 рублей. Идеальный вариант, если вы уже купили или планируете купить колонку с Алисой. Эта приставка сэкономит вам время на выборе фильма. Алиса, включи кино, которое поднимет настроение, и проблема решена. Но если у вас нет колонки с голосовым помощником, то можно управлять приставкой просто с помощью кнопок на пульте. Модель показывает видео с разрешением 4К Ultra HD. То есть картинка на экране будет яркой, но при этом реалистичной и детализированной. Модуль подключается к телевизору через кабель HDMI. Но если у вас старенький телевизор, которому нужно подключаться через тюльпаны, то придётся купить ещё один переходник. В таком случае не ждите суперкартинки в 4К. 2 ГБ оперативной памяти достаточно для быстрой работы без торможения. А 8 ГБ встроенной памяти вполне хватит для установки нужных приложений. Особенно если учесть, что устанавливать особо нечего. Но есть модели, где флеш-памяти намного больше. Эта приставка работает под управлением операционной системы ЯОС. Это значит, что сторонние приложения и контент скачать не получится, только те, что есть в каталоге Яндекса. Пока что их там немного. Федеральных телеканалов также немного, но есть больше сотни других. Среди них и бесплатные, и доступные с подпиской. Бонусом к покупке приставки Яндекс предлагает скидки на Кинопоиск, Яндекс.Музыку и другие ресурсы. Смотреть контент с телефона тоже можно, как с Андроида, так и с IOS. Но браузера у модуля нет и установить его нельзя. К интернету приставка подключается через Wi-Fi, сетевого провода здесь нет. Разъёмов для флешек и жёстких дисков тоже нет. Выход USB только для кабеля питания. Подключить к модулю наушники или другие Bluetooth-устройства также не получится. Из минусов можно отметить ещё один. Если вы хотите пообщаться с Алисой, пока дети смотрят мультик, то половину экрана займёт отображение вашего диалога. Ну а теперь обобщим все плюсы и минусы модуля. Плюсы. Разрешение 4К Ultra HD, пульс голосовым ассистентом, приставка работает в тандеме с Яндекс.Колонкой и скидки в сервисах Яндекса. Ну а из минусов 8 ГБ встроенной памяти, диалоги с Алисой выводятся на экран, нет браузера, мало федеральных каналов, нельзя установить сторонние приложения, нельзя подключить Bluetooth-устройство, нет проводного подключения к сети и нет разъёмов кроме HDMI. В общем, если вы приверженец Яндекс Плюса, любите пообщаться с Алисой и не любите федеральные каналы, то смело берите этот модуль. Надеемся, что теперь у вас дома будет и семейный кинотеатр, и дискотека, и никаких нервов из-за того, что опять что-то не работает. Узнать, какая приставка завоевала доверие у пользователей, можете в нашем телеграм-канале, и сами голосуйте за лучшую модель. Ну и подписывайтесь на мой гаджет, чтобы не пропустить другие обзоры техники. И спасибо, что досмотрели видео до конца. Пока-пока.